всем привет сегодня покажу вам обзор торговой марки гротол мы посмотрим база топы и цветники давайте начнем база и топ rubber bass у гротола довольно таки густая можно увидеть это по капле тягученько только она очень хорошо выравнивается тонкой кистью где-то если будет неровность на ноготке и сохнет в лет лампе около 60 секунд то есть побольше чем остальные на скорости ей конечно сложновато работать мы можно подогреть также у меня есть праймер этой торговой марки но я им не пользуюсь мне почему-то он не очень подошел обычный бескислотный праймер жиденький кисточка длинная тоненькая вообще кисти у них у всех флаконов принципе одинаковые топ был замечательный втирка на него ложится супер но последнее время он испортился начал плешивить приходилось снимать липкий слой с цветников а так мне очень очень нравился и блеск держал без липкого слоя топ но втирки держит хорошо не скалывается также из них матовый топ до сих пор им пользуюсь мне очень нравится эффект укрывистость он довольно таки густой такой даже не то что густой как объемный такой взбитые сливки и так сказала также выравнивается хорошо на ноготке прям мне очень нравится и не утолщает их ты здесь погрубее немножко такая метелочка но в принципе ничего страшного там нет также 9 миллилитров он где-то до 60 90 секунд нужно сушить особенность такая братова что нужно его прям просушивать есть у них также база экстра robber она очень густая с ней конечно ну прям очень и она очень клёво держит стразы то есть я ее использую чисто для того чтобы крепить стразы она держит намертво месяц на ногах вообще два месяца и все равно например на тоненькую кисточку и наносите аккуратненько небольшое количество и на нее сажать держит очень хорошо вот этот экстра густая для опрос нанесения я не могу с такой работы то есть уже когда скорость отлично но маникюре тяжело конечно но держит супер супер вообще мне нравится очень макает то есть работаю год полтора на ней конечно она стала для меня немножко медленной но все хорошо носится три до трех недель спокойно град то довольно таки плотный гель-лак мы сейчас тест с вами сделаем и увидим мы сделаем с акрилом и просто саму базу давайте сейчас немножко цветники посмотрим и будем то сделать так первый цветник вот такой клерский сто десятый это голубой наносится очень хорошо голубой наносится в два слоя в один слой нет не нанесется тоже по 9 миллилитров сорок первой россии вы очень такой вот он может спокойно наносится в один слой они как раз как такие сливки очень плотные гель-лаки нужно просушку нужно ледовская лампа потому что может скукоживаться двенадцатый все воспользование да ну там аккуратно его в тонкий довольно-таки слой лучше растягивать сделать два но можно и в один нанести сто девятнадцатый такой он оранжевый он даже камера не передает камера желтит а по факту он больше в оранжевый цвет уходит galaxy серия это идет 1 3 очень красивый такой хмелион а очень густая серия лучше и наносить конечно на черную подложку тогда не придется там много слоев наносите толстые ногти не будут если вы только нанесете черную подложку но эффект супер видно даже камеру показывает да как переливы все вот эти вот так же лучше на черную подложку россию все густые но мне не повезло с 84 цветом scarlet супер цвет очень нравился очень понравился сразу клиенту ну да я вот фору я нашла 43 такой же но он почему-то не просыхает в лампе даже в лет тонкий слой неважно берет и не сохнет то есть я его для рисовашек оставил потому что супер красный да можно везде использовать он еще ничего так рисовашки а наносить нет давайте сделаем тест для теста нам такой вот файлик понадобится ты немножко возьмем обычной базы каплю готов таким средненьким словом как вы делаете если с выравнивание посмотрим ее пластичность твердость а на 2 мы посыпем пудры где-то 30 процентов немножечко прям посыпем кусочек пудра у меня обычная акриловая прозрачная так ну это ну 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 он хорошенько смешаем на этот с укреплением акрила мы увидим насколько она так ну слушай а так братом со всеми дружит марками база не следает свет как бывает у некоторых марок как выравниться на очень быстро выравнивается хоть она и густая то есть тонко кисточкой когда какой-то бугорок нужно выровнять прямо одно касание сразу она понимает и ведет за кисточкой ну вот позу нас высохла теперь мы ее отделяем вот это у нас идет rabber база обычная без акрила а вот это rabber с акрилом до база желтеет немножко ну что мы делаем мы берем сгибаем сгибать она сгибается довольно таки хорошо не ломается но она похожа на твердый гель можно поп вот сломалась когда уж совсем сильно начинает ломаться что же у нас происходит с акриловой она почти не она вообще не сгибается то на твердое стало это надо очень сильно нажимать то есть укрепление ей можно делать смело с акрилом она будет хорошо держать ноготочки длинные ноготочки на очень хорошо для держит хорошо держит зону стресса в общем база хорошая может давать от слойки только в том случае если не просушили либо вы бафиком не взбудоражили ноготок а загладили а так она прям стоит три недели железно на тонких с акрилом хорошо бы нахрук ну вот именно хрупкие слоящиеся очень хорошо работает и качество ее не испортились но в отличие конечно от топа топ них чёт подкачал ну вот на этом наверное давайте закончим всего хорошего пока пока пока